Ржавчина на горохе. Её вроде бы сейчас немного, но эта ржавчина, она такой гриб, если хорошая погода, жаркая, то где-то за неделю, наверное, даже, может даже за меньшее количество дней, вот эту зелёную биомассу вегетативную этот гриб сожрёт просто-напросто. Зерно будет щуплое, какое оно сейчас в бобе, такое оно будет и в бункере. Таких же размеров, конечно, оно ещё может меньше стать, потому что сожнётся, когда будет высыхать. Усохнет. А так вот эта проблема, это самая как бы основная у нас пока на горохе. Горох как это всё проявляется? Потом будет появляться пятна. Будет появляться пятна, как будто бы сначала ты думаешь, что это, наверное, тля или ещё что-нибудь. Но всё же это может быть и тля, может быть как бы вносит сюда и на развитие этой болезни. И какие-то насекомые, переносчики, может быть, они ослабевают растения своим вредом. И ржавчина она пятнами. Но чаще всего эти пятна, они идут от технологических колей, от мест, где растения более слабые и уже потом всё поле покрываются ржавчиной равномерно. Урожайность можно потерять. Я думаю, что если потенциал гороха по видам здесь пускай на 50 центнеров, то если не защитить от ржавчины, то мы можем получить урожай всего лишь от 10, может быть, если повезёт до 15 центнеров. У нас был такой год, когда мы получали с некоторых полей, потенциально хороших полей. Мощный горох был. Урожай 8-12. Только на горохах с с меньшим вегетационным периодом как бы урожай оставался в пределах. Конечно, он терялся из-за этой болезни, из-за этой грибной болезни, грибковой, из-за этой инфекции. Поэтому на это стоит обращать внимание. Вообще, на болезни стоит обращать внимание. Особенно, если вы хотите получать высокий урожай.